На традиционно позитивной ноте стартовало ежемесячное оперативное совещание в администрации Щелковского района. За многолетний добросовестный труд грамотой Министерства здравоохранения Московской области была отмечена главный врач Загорянской поликлиники Татьяна Зорина. Также объявлена благодарность главы района фельдшеру Щелковской подстанции скорой медицинской помощи Александру Кужелеву. Специалист смог принять роды в экстремальной ситуации в подъезде дома. И, конечно, отчествовали тех, кто внес большой вклад в подготовку ко дню города Щелково и Щелковского района. Мы своим коллегиальным трудом все вместе создали ту атмосферу, которая была радостной людям. Мы создали столько объектов и готовимся создавать столько объектов. В том числе 9 школ планируют построить в Щелковском районе до конца 2021 года в рамках реализации программы «Образование Подмосковья». В данный момент продвигаются работы на стройплощадках нового корпуса школы в Медвежьих озерах на 350 мест и школы в Солнечном, рассчитанной на 1100 ребят. Приступили к проектированию пристройки на 550 учеников к 11 школе и нового учреждения образования в Жигалове. Начинается проектно-изыскательные работы. Средняя образовательность школы на 1100 мест в Кранж-Жигалово. Хочу отметить, что 17 августа мы получили положительное заключение. МОС область экспертизы по проектной документации. Срок и начало строительства – это 3 квартала 2018 года. О работе, проделанной в сфере ЖКХ, рассказала заместитель главы районной администрации Наталья Ефимченко. 82 дома вошли в программу капремонта этого года. В 10 из них меняется лифтовое оборудование. В данный момент ремонтные работы идут в 50 зданиях. Также масштабно этим летом на территории района реализовалась одна из главных программ Подмосковья. Комплексное благоустройство затронуло порядка 50 дворов. В этом году у нас 4 этапа по благоустройству комплексных дворовых территорий. Мы успешно завершили первый и второй этап. 12 дворовых территорий приняты депутатами, приняты жителями. И к концу августа у нас готовы 15 дворовых территорий. Мы их закончим и у нас останется 14. 22 сентября в Подмосковье пройдет ежегодная акция «Наш лес, посади свое дерево». Рядом с поселком Литвинова на площади порядка 12 гектаров высадят более 49 тысяч сеянцев ели. Участники акции будут обеспечены раздаточной продукцией согласно утвержденному бренд-буклу. Предусмотрена работа полевой кухни, чая, запланирована культурным программам музыкального сопровождения. Первый заместитель главы районной администрации Наталья Тамбова представила на совещании рейтинг эффективности поселений района. Он складывается из различных показателей, в том числе статистики выполнения муниципальных программ и открытости власти перед населением. Первое место далеко не первый раз занимает сельское поселение Медвежье-Озерское.